Доброго времени суток! Продолжаем наше похождение в GTA 5 RP на сервере Grand. В прошлый раз мы приняли решение поселиться в доме некого Роберта. Большой дом, большой гараж. Места хватит всем. Однако, ночь была неспокойной. Некоторые бытовые приборы в доме не работали. Микроволновка не греет, холодильник издает какие-то непонятные звуки, унитаз засорился. В общем, нужно было что-то с этим делать. Было принято решение найти специалиста, чтобы он смог исправить все эти неисправности. Первая наша остановка – электростанция. Вечер добрый! Да, вот нам сказали, что тут люди есть, которые разбираются в электротехнике. В принципе, пришли узнать, может, вы сможете нам помочь с нашей проблемой. Ой, не знаю, не знаю. Я здесь просто принятие. Подай там. А все, смотрите, сам малость микроволновка и компьютер. К сожалению, я таким вроде не практикурую. Я не знаю. Ну, пойдем дальше поспрашиваем, а что-то не в такую занятую. Да, давайте, удачи вам. Да, он тоже. Молодой человек, вы хотели поговорить со мной? У нас такая проблема. У нас дома не работает телевизор и компьютер. Надо будет еще лампочки везде поменять. Вы это сможете сделать? Нет, я не такой специалист, извините. Вы вроде люди-то взрослые, адекватные. Инструкции почитаете, я думаю, разберетесь. Мы как бы хотели курочку погреть, а она крутится, но не греется, понимаешь? Понимаю, понимаю, да. Катается просто. Уже четвертую микроволновку выкинули с этой херни. Я не знаю, что курочка катается. Нет, вот электрики, конечно, будут в шоке от ваших проблем. Это, ну, у нас просто не первый раз ломается. У нас как бы уже чинил один электрик. И вот после него, спустя, как бы, там вот недели две опять такая проблема. После этого электрика микроволновка вообще в морозильник превратилась. Я не знаю, что происходит. Мне нужен нормальный электрик в этот раз, блин. Очень странно. Но никто не согласился нам помочь. Все были заняты какой-то беготнёй и делали какую-то непонятную хренотень. Видимо, специалистов тут нет. Время спустя мы стояли у дома. И к нам решил подойти какой-то человек и начать диалог. Здрасте. У вас можно работать? Нам электрик нужен на самом деле. У вас нет знакомых, которые там на электростанции случайно работают? Может, сами знаете. Мы просто ищем человека, который шарит в электротехнике по поводу некоторых, скажем, электроприборов. Нуждаются в починке. Посмотреть можно? Да, 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 конечно. А он вроде шарит тему. Однако сломанных приборов было много. И нужен был ещё один человек. В общем, мы снова отправились на электростанцию. Вы в электроприборах случайно не шарите? Нам просто человек нужен для работы с электроприборами. Проблема. В общем, второй человек понадобится, скорее всего. Ну, хорошо, помогу. Так, ну, давайте начну с микроволновки. Сразу расскажу. Вот, пожалуйста. Вот наша микроволновочка, она уже рассказывала. Курочка катается, но не треется. Как-то тут надо разобраться, в чём проблема. По поводу холодильника. Он какие-то периодические звуки издаёт. Не, холодильник работает, но звуки очень непонятные. Особенно по ночам это раздражает совершенно. А с микроволновкой она просто, да, греет. Хотя уже не греет, она даже, кажется, уже замораживает. Мы другого электрика приглашали. Он что-то сделал, она, в общем, всё. Ой, мне звонит, мне звонит этот хозяин дома. Да, мы тут в доме сейчас. Ты не переживай, сейчас нам всё починят. Тут микроволновку, холодильник. И тут внезапно пришёл владелец дома. Да, Роберт, здрасте. Там незначительная на машине царапина. Я заеду потом, починю. Блядь, куда я спустился опять? Нет, у нас ремонтируют микроволновку и холодильник. Да, 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 ремонтируют. Мы пытались, но ещё приготовить, ничего не получилось толком. Так, точно? Сейчас посмотрим. Так, Эля, можешь гамбургер достать какой-нибудь? Что у нас там из холодного? Гамбургер, ну да, 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 могу. Картошечку примогу. Ну давай проверим. Поставь секунд на 30. Ага, сейчас посмотрим. Так, картошка. Нормальная вроде, бородача, попробуй. Ну холодильник надо чуть-чуть подождать. Если эти звуки появятся опять, тогда ясно станет. Сейчас вроде пока в порядке всё. Так, ну что у нас остаётся тогда компьютер и туалет. Давайте сначала с компьютера, а уже потом туалет тогда. Вот тут что правый получается, вот с ним неприятности случились. Не-не-не, ну бог, нет, с ним всё в порядке, я его трогать не хочу. Вот справа монитор получается, Никита, несправности. Монитор, под замену. Под замену? Ой, блин. Печально, печально, конечно. Всё, тут вообще уже без вариантов. Так, ну что тогда, пойдём сразу с туалетом посмотрим. С туалетом-то вроде не сложно. Главное, чтоб смывало всё нормально, куда нужно, блин. Да, Роберт, а что вы без маски? Тут такая вонь стоит. Вонь? Да, вы чувствуете? Мы просто в маске специально вот. Ну это-то понятно. Владимир, как обычно, как-то тут, ничего не меняется. А, ну, Владимир, да, я понял. Проверяйте, вроде бы просисти. А, что они идти, проверили? Ну что, я не буду... Так, ну я посмотрю, конечно, что там внутри. Ну, то есть, сходите в туалет и нажмите это, смыть просто. Блин, никто в туалет не хочет сейчас. Я не хочу в туалет, например. Надо как-то проверить, чтобы это всё смылось. Проверяйте, тебе в туалет не надо? Давай, сходи в туалет, попробуй. Давайте мы выйдем. Куда ты приносишь? Да, давайте выйдем. Да, блин. Что за неприличие вообще? Ждём, пока кто-то сходит в туалет. Должили. Владимир, у нас всё в порядке? Ты как там? А чё-то оно не смывается. Ну, подтолкни рукой, я не знаю, блин. А где Вантус? Справа, справа смотри. Ну чё, там получается у тебя? Да. Ну, отлично, проталкивай и выходи. Ты два раза смой сейчас. Вот сейчас вода наберётся, ещё раз посмотри, получится или нет. Тут ничего там исправлять не надо было. Короче, надо это, дихлофос новый купить, а то он закончился. Ну, вроде смыл. Отлично, наконец-то, ура. Фу, блин. Так, ну смотри, по сути, всё. Тогда, получается, Джонни, ты считаешься? Да, пойдём в холодильник посмотрим ещё, всё ли в порядке. А, да-да-да, в холодильник? Да там всю ночь, каждые пять минут какие-то трахтения были от этого холодильника. Я уснуть не мог, блин, до восьми утра. Сейчас он вроде нормальный. Просто я не хочу его отключать, просто там продуктами забили его как раз, чтобы там ничего, это не прокисло. Что, нормально тогда всё работает у нас? Ну, я думаю, что да. Есть какие-то ещё неисправности? Что там с лампочками у нас? Ну, не знаю. Пока вроде всё нормально. Оставляем лампочки, всё хорошо, тогда... Да, давайте оставим, в принципе. Эля, можешь подсчитать, сколько там получается у нас? Я тогда схожу там за кошельком, хорошо? Смотри, подожди. Так, сейчас вспомню. Так, кошечка делал... Кошечка делал туалет. Холодильник, да, по-моему? Всё правильно? Холодильник и туалет. Ну и фару там чуть-чуть вроде, да? И фару, да, да, да. Так, не знаю, какой зовут, к сожалению. Делал микроволновку. Компьютер. Всё, да, вроде. А компьютер там точно, вот, летальный исход, всё не починить никак. Блин, обидно, дорогой монитор. Ну, давай рассчитывайся тогда, Атония. Так, держите. Всего доброго, до свидания. Да, 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 спасибо. Вас подбросить может обратно или как вы там доедете? Да, я туда отвезу. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай. Поехали. Тут у нас 15, потому что опять ещё доплата как за туалет. Блин, в следующий раз надо сантехника позвать всё-таки, чтобы он посмотрел, как у нас там с этим унитазом. Вот, пересчитайте, 4000 вам. Всё, Джонни, теперь ты. Да, это была та ещё ночка. Холодильник вообще спать не давал. Ну вот такая вот РПшка у нас получилась. Было довольно забавно. В общем, всю электротехнику и сантехнику починили. И, соответственно, эти люди смогли заработать денег. Если есть желание играть на этом сервере, можете перейти по моей реферальной ссылке. В общем, это даёт небольшой денежный бонус и мне, и вам. Ну а на эти деньги я уже пытаюсь делать какой-то контент. Вот. Что ж, спасибо, что посмотрели данное видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...